В школах городского округа Люберцы прошли выпускные вечера. В этом году аттестаты зрелости получили более 1300 юношей и девушек. Мои коллеги побывали на торжественном празднике в гимназии номер 56. Последнее приготовление перед главным школьным вечером. Выпускники репетируют вальса у фотозоны очереди с желающих сделать памятное фото. Волнуются не только виновники торжества, но и родители. Для них этот день не менее знаменательный. Мне казалось, что только недавно был первый класс, а уже прошло 11 лет. Прошли ЕГЭ, ждем результаты, впереди высшее заведение. Не передаваем ощущения такого какого-то эйфории, наверное, да, первый этап закончен. Как-то волнительно стоять сейчас среди столько народу. Все внимание приковано к ним. Со всех сторон фото и видеокамеры. К этому дню с особым трепетом готовились выпускницы. Это видно по их безупречным образом. Это заняло достаточно много времени. Подбирали долго, несколько месяцев точно платье. Каждый из нас выбирал. Тяжелый процесс довольно-таки. Выбора много, да. Глаза разбегаются. Глаза разбегаются, не знаешь, что надеть. За один раз тяжело, так сказать, выбрать свое платье. Торжественная часть выпускного вечера началась с гимна Российской Федерации. Из поздравлений в адрес юноши и девушек, у которых начинается новый жизненный этап. В третий увлекательный период студенчества, знакомства, любовь. Искренне желаю вам жить, наслаждаться, радоваться. Искренне желаю, что у вас все получилось. Поэтому, ребята, в добрый путь. Мы вас верим. Самыми первыми на сцену вышли пять выпускников, которые претендуют на медали за особые успехи в учебе. Все зависит от результатов ЕГЭ по необязательным предметам. Но уже сейчас этих ребят называют гордостью гимназии. Благодарственное письмо главы муниципального образования городского округа Люберцы вручается Акимову Александру Васильевичу, пройдущему пытающейся подробности в области образования, искусства и спорта. Всего в этом году 56-я гимназия попрощается с 45-ю воспитанниками. Педагоги назвали этот выпуск олимпийской сборной. Многие из этих уже бывших школьников внесли большой вклад в копилку достижений родной гимназии. Мы привыкли гордиться школой. Мы уверены, что нигде лучше наше, честное слово, школы нет на большой земле.